Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! А сегодня мы с вами по традиции рассмотрим еще одну партию юного Гарри Каспарова, которую он сыграл в одном из сеансов одновременной игры. Тогда, понятно, он сеансы еще не давал, а был участником этих сеансов с другой стороны доски и противостоял сильнейшим шахматистам того времени. Ну и сегодня соперником Каспарова был Олег Романишин, игросмейстер. Впоследствии он представлял Украину, ну а тогда оба эти шахматиста и жили, представляли Советский Союз. Сыграли они в этом сеансе в 1975 году, ну и этот сеанс Романишин давал нескольким таким молодым ребятам, как Игорь Каспаров. Но здесь пришлось очень нелегко Олегу Романишину, сыграл он Ф4, ну и получил Д5. Таким вот диковинным ходом пытался он смутить Каспарова, но мы видим, что в итоге получается у нас голландская защита в первой руке, да, или же с переменной цвета. Конь Ф6, Е3 и слон Ж4. Вот здесь одним из основных ходов является ход Ж6. Очевидно, что на голландскую защиту фенкетирование королевского слона это лучшее возражение. Но Каспаров предприняет ход слон Ж4, выводит слона за пешечную цепь, ну а Романишин фенкетирует своего ферзевого слона. Конь БД7, слон Б2 и С6. В любой момент Каспаров готов побить здесь на Ф3 и при данной пешечной структуре, еще поставив пешку на Е6, он получает хорошего чернопольного слона. Слон Е2, ферзь С7, рокировка и вот здесь не дожидаясь хода Х3, Каспаров просто бьет на Ф3. Такая простая, но очень действенная стратегия. И на слон Ф3 Е5, очень жестко по центру бьет Каспаров, здесь Романишин играет Д3, ну вот соблазняет пешкой Ф4 молодого соперника. Но понятно, тут надо заканчивать развитие, конечно бить на Ф4 можно, но потом ладья выйдет на линию Е после размена. Поэтому слон Д6, Ж3 и 3-0. Очень агрессивный план, мы видим, что Каспаров не собирается рокировать на королевский фланг, а видимо будет атаковать грацмейстера на королевском. Увидя при этом своего короля на ферзь. С4 здесь сыграли белая и ДЦ. И вот в этой ситуации уже тяжело белым предпринять правильное продолжение. Дело в том, что ход естественный ДЦ наталкивается на слон С5. Вот здесь пешка на Е3 оказывается под боем. Если ее защитить, то все-таки теряется ее соседка на Ф4 ввиду связки все той же пешки Е3. Мы видим, что уже угрожает слон Е3, где-то будет отскок коня с нападением на ферзя. Белые еще не закончили развитие. Поэтому тут плохо и Романишин резонно избирает другое взятие. Но H5 это сигнал к атаке. Мы видим, что Каспаров уже в то время был самим собой. Он понимал, что нужно атаковать. Ферзь С2, H4, конь С3. Белые пытаются тем временем закончить развитие. Но HG. Ну что, бить приходится. ЕF и снова тяжелый выбор. Если побить ЖФ, то совершенно здесь остается без пешечного прикрытия Белый Король. Ну и дальше G5. Подвод ладди на линию G. И тут уже разгромная атака. Поэтому ЕF пытается хоть как-то сдержать порыв своего молодого соперника. Олегра Манишин. Но тот же G5 ход. Посмотрите, G5. Если бить на G5, то здесь уже форсированный мат опять же. Сон бьет G3. ЖФ принимая все дары. И дальше Ферзь Б6. Шах. И еще жертвуем Слона. Ферзь С7. Отличнейший ход. Таким образом мы не даем забрать ладью. И Король не убегает. Поэтому выходит вперед. Ну и здесь вот такая вот финальная картина. Но этого не случилось в партии. Олег Манишин сыграл Конь Е4. Ну и здесь произошел размен на поле Е4. Взяли, забрали. И ладья HG8. Именно вот так. Потому что ладья уже подвисала, как мы видим. Ну и Е5. Сыграли белые. Пытаются они огрызаться. Нападают на Слона. Но Слон переходит на другую перспективную диагональ. Король G2 и GF. Вот в этой позиции мы видим, что брать уже нельзя. Потому что идет связка по линии G. То есть стратегия черных здесь фактически триумфально себя показывает в этой партии. И G4 играют белые. И конь бьет Е5. Ну что делать? Опять грозит взятие на пункте G4. Ферзь F5 хотя бы шаг один дал Романишин. Но Ферзь D7. И Каспаров здесь предлагает переход в окончании. Оказывается, что это очень хитрая ловушка. Если забрать Ферзем коня, который остался под боем. То ладья G4 снова финальная матовая картина. Берем, берем. Дальше король H2. И вот здесь понятно, ладья H6 ход не проходит. Потому что все-таки здесь у нас пробивает белый Ферзь. Поэтому вот эти две фигуры. Слон черных и Ферзь при помощи пешки ставят довольно простой мат. Ферзь G3, король H1 и Ферзь H3. Но у нас в партии Романишин все-таки счел, что в Эншпиле ему будет поспокойнее. И вот следуя девизу с молодежью, в Эншпиле решил побить на D7, надеясь на свою технику. Но штука в том, что и в Эншпиле атака Каспарова продолжается и даже с большей силой. Конь бьет Д7, король H3, попытка как-то избавиться от этой связки по линии Ж. Но конь Б6. Использует Романишин то, что поле H8 под прицелом слона. Поэтому на H3 себя белый король пока чувствует хорошо. Но смотрите, тут другая проблема. Пешка подвисла. Слон Ф6. Пытается вот с помощью таких контрударов Романишин как-то перехватить инициативу в этой партии. Но ничего не удается. Ладья Д3. Здесь сыграли черные. Ладья АС1 защитили пешку. И конь Д7. Каждый ход Каспарова имеет целью добраться до короля белых. Слон А1. Туда подальше, чтобы слон был защищен. А теперь Ф5. Но тут уже какие-то фактически линейные маты мерещатся. То есть если забрать на этом поле, то вполне можно сыграть Ладья Д6. И потом Ладья идет на А6. Это линейный мат. Но действительно партия закончилась линейным матом, но еще более красивым. Посмотрите. Романишин здесь избрал ход Кх4. Уже фактически в безнадежной позиции. И короля повели на эшафот. Слон бьет. Вернее слон Е7. Это шах. Кх5. И вот в этой ситуации Ладья Ж5. Кх6. И Ладья Д6. Добираются наконец до короля белых черные. И на ход король А7 следует еще и шах конем. То есть все четыре фигуры черных поучаствовали в охоте на белого монарха. И на король А8 вот такой симпатичный линейный мат королю, который пробрался в противоположный угол доски. Но так Каспаров нокаутировал своего известного соперника. Но для любителей статистики отмечу, что здесь я допустил некоторую все-таки вольность. В 1975 году Олег Романишин был всего лишь еще пока международным мастером. Правда очень сильным, который через год, буквально в 1976 году, завоевал звание гроссмейстера. Поэтому вот такая вот очень интересная партия получилась. Два сильных шахматиста, которые не любят защищаться. Но я с вами буду прощаться. Спасибо за внимание и до свидания.